Анатолий Гладыщук известный брестский историк и краевед, хозяя образования и место его работы связаны с куда более точными дисциплинами. Анатолий Антонович – кандидат физико-математических наук, профессор кафедры физики Брестского государственного технического университета. История – любимое хобби, занятие для души, но с ощутимыми практическими результатами. Накануне свет увидела вторая книга трилогии «Замок Перестейский». Вторая книга – это уже период Литвы, когда наше государство, нынешние земли наши вошли в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жемойского. И это, пожалуй, один из самых расцветов Берестя. На обратной стороне книги как раз об этом я и последнюю главу акцентирую. Девять приоритетов Берестя. То есть то, что было на территории нынешней Беларуси первым. Часы, зигар башеные, водопровод, рурмуз, книга, ну если не брать фильм, вернее сегодня чужое государство, аптека вместе с Пинском и так далее. Мы первые были. А как этим не гордиться? На презентации книги друзья, знакомые и просто люди неравнодушные. Те, кто понимает, прошлое и будущее связаны теснее, чем может показаться на первый взгляд. Кстати, и в создании научно-популярного труда близкие Анатолия Гладощука принимали пусть и косвенное, но активное участие. У меня есть очень интересная глава в этой книге, второй. «Парадигма Грунвальда». И в 2010 году, когда было 600 лет в Грунвальду, нас 6 человек, вот их тут еще не вижу, они скоро соберутся. Мы сели на велосипеды вместо коней и проехали тот путь, который в 2010 году, в 2010, в 2010, 600 лет назад прошла Берестельская хоруха. Вот это впечатление было такое серьезное. Многие из присутствовавших в зале с изданием ознакомились с тем, кто этого пока не сделал, но желание такое есть, подсказываем. Книга уже есть и в библиотеках, и в продаже. Несмотря на то, что фокус всей книги на истории Берестель, я считаю, что это прежде всего все белорусская книга. Потому что это наша история, наши люди, наши действия, подеи, скажем так по-белорусски. Многое что-то мы забыли, что-то мы не знаем, но эта книга это воскрешает в нашей памяти. Она полезна для всех, не только для брестчан. Собственно говоря, и судя по всему, поэтому она и вышла-то и в горло, поскольку это все белорусская книга. К слову, в настоящее время идет активная работа над третьей частью замка Берестельского. Книга уже в издательстве. Точных сроков выхода пока не раскрывают, но уверяют, ждать осталось недолго. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луковкин, телекомпания БУК-ТВ.